Нура Исаева живет с родителями, но собирается искать съемное жилье. Параллельно рассматривает ипотечные программы. Правда, проценты в банках настолько высокие, что снимать квартиру дешевле, чем покупать и ежемесячно выплачивать банку кругленькую сумму, говорит девушка. Для молодежи моего возраста, наверное, будет выгоднее пока что снимать квартиру. Вообще, условия ипотеки буквально пару лет назад были намного удобнее, выгоднее, чем сейчас. А вот сейчас, мне кажется, уже вообще очень тяжело для молодежи приобрести квартиру в ипотеку. В Нацбанке провели опрос среди финн-институтов. Он показал, что количество ипотечных займов во втором квартале этого года снизилось, тогда как спрос на потребительские кредиты, наоборот, вырос. Снижение спроса на ипотеку, по мнению респондентов, объясняется ужесточением некоторых условий кредитования. На это также повлиял такой фактор, как снижение готовности кредитовать со стороны отдельных банков в связи с текущими тенденциями на рынке недвижимости. При этом, с другой стороны, такое снижение предоставило возможность другим банкам несколько увеличить поток и качество клиентов. В результате, общее количество кредитных заявок снизилось на 3%. Аналитики рынка недвижимости, напротив, говорят, растет число сделок купли-продажи и ипотечных займов. По сравнению с прошлым годом, когда их количество резко сократилось, рынок восстанавливается, уверен эксперт Александр Пак. Тем не менее, ужесточение условий кредитования сказалось на рынке недвижимости. Некоторые банки, когда увеличили, ну, как риелторы называют, отстой депозита, с 3 месяцев, 6 месяцев, полтора года и так далее, естественно, это привело к снижению сделок купли-продажи в 2023 году. Сейчас выравнивается, потому что вот эти сроки уже прошли, и опять пошел рост продаж. При этом эксперт читает, что в ближайшее время скачков количество сделок купли-продажи и стоимости жилья не предвидится.